Всем привет! Вы на канале ВЗАГОЛИ ПО ЗАГОЛЯМ. Сегодня у нас очень много посылок, более десяти. Сейчас мы их всех распакуем, посмотрим, чем нас порадовали китайские наши друзья. Так, с кадра уберем, чтобы осталось только минимальное количество. По одной. Так, какой-то большой пакет. Тут сумочка на пояс. Так, еще ее называют бананка вроде. В таком пакете. Так, этикеточки. Ну, выглядит очень солидно. Есть вот такая бирочка. Пошито вроде бы все аккуратненько. Так, есть тут замочек внутренний. Еще один карман. Есть просто карман без замка. На замочках вот такие вот штучки. Ну, сделано как-то красиво. Вот здесь, я не знаю, для чего это дырка. И сзади еще один замочек. Везде подклад. Все качественно. Качественный вот этот ремень. Ну, в общем, сумка хорошая. Но она, конечно, и не дешевая. Тут рисунок, значит, видно на камеру, как будто немного маскировочный. Там есть, по-моему, разные цвета. Можно выбрать. В общем, ссылку оставлю под видео. Сумка качественная, но за качество нужно и платить. Она не дешевая. Так, дальше. Большая посылка. Здесь у нас лампы. Их должно быть пять штук. Уже заказывали такие лампы. Очень хорошо они себя зарекомендовали. И люди заказывают еще. Особенно у кого частный дом. Это самая классная тема. Значит, вот такие светильники, которые вешаете, прикручиваете к стене. Например, по периметру вашего входа дюбель и инструкция. По периметру входа, например, от калитки до дверей дома. Солнечная панель. Сюда прикручиваете к стене. И оно действует и работает на датчик движения. Заряжается от солнечной энергии. Срабатывает датчик движения. Здесь есть иголочка. Видите, оно выключено специально. Нужно включить иголочкой. Можно выключить. Точно так же с тумблера нет, только иголочкой. В общем, вы вешаете ее вдоль прохождения. Если у вас, например, большие лестницы, большие проходы, далеко находятся помещения, например, летняя кухня или туалет далеко от основного дома, то вешаете периодически эти лампы и у вас будет загораться и освещать вам путь по мере вашего движения. То есть, зашли на лестницу, включился освещение, прошли дальше, включилось дальше по коридору освещения или в других местах. В общем, это удобная, она алюминиевая, она водостойкая. То есть, к внешним воздействиям она абсолютно ничего и не будет. То есть, она хорошо себя ведет, не ржавеет, не затекает, не портится. Она будет работать только ночью. То есть, у нее есть два выключателя. Один выключатель – это темное время суток, поэтому она днем не будет тратить энергию. А второй – это датчик движения. Значит, давайте поближе рассмотрим. Здесь есть дюбели для крепления и вот такой вот крючок, не крючок, штырек для включения. Здесь вот вы включаете, выключаете. Нажали, оно уже включилось, оно уже работает. Значит, здесь есть инструкция, как ее крепить, как оно работает. Когда вы ее включили, и наступает темное время суток. Вот. Я сделал ночь, как бы, рукой. Вот она включается. Она сразу светит, ну, ярко, несколько секунд. И всю ночь светит вот так, тускло. Потом, когда кто-то проходит, она загорается ярко. Вот она тускло стала. Датчик движения, она загорелась ярко. И она несколько секунд, секунд 30, светит ярко. Потом опять переходит в тусклый режим, и работает вот так, на 50% мощности. То есть, она светит всю ночь слабым-слабым светом. Когда вы проходите мимо, она загорается ярким светом, освещает вам дорогу. Очень ярко светит, аккумуляторов легко схватает на всю ночь. Висит постоянно при дожде, там, при плохих погодных условиях. И не замокает, ничего, все отлично. Тут есть, видите, на болтах все скручено, есть резиновая здесь. Резинка, прокладка, которая не дает туда поступать влаги. Поэтому она влагозащищенная и работает отлично. То есть, всю ночь лампа светит тусклым светом. Когда вы проходите мимо, она загорается ярко. Все. Вот такой принцип этой работы, этой лампы. Очень классная штука. Можно развешать по всему. Стоит она, в принципе, недорого. Можно развешать по всему, периметру, где вы живете, где вы ходите на дорожках, чтобы и было и освещение постоянное. И дополнительно при вашем прохождении тоже загоралось. В общем, рекомендую. Очень классные лампы. Проверена временем. Уже, я же говорю, где-то больше года у людей эта лампа работает. Продолжаем. Что-то такое скрюченное. не разрезать бы. Понакручивать пакетов. Опа. Так, была такая маленькая, стала такая большая. Это коврик для раскатки теста. Такой, на кухню, короче. Тоже заказывалось не один раз. Размер его, по-моему, 60 на 40. Вот такой, довольно большой. Хорошо, четко прилипает к поверхности. Здесь есть разметка, если это нужно. какие-то таблицы температурные. Вот здесь еще какие-то таблицы. Ну, в общем, такой вот коврик для хозяек. Очень удобная вещь, если вы любите что-то делать с теста. Так, дальше. Мне кажется, это в паре с предыдущей. Да. Это лопатка. Лопатка, чтобы резать на этой коврике тесто. Тоже, чтобы ножом не порезать. Вот такая вот пластиковая лопатка. Ну, как бы, рекомендуется для дольшего сохранения вашего коврика. Так, что здесь у нас? Триггеры. Видите, тоже 5 штук. Тоже уже заказывал. Не буду лишний раз останавливаться. Триггеры или курки. Значит, это штучки, которые цепляются на телефон. И в игре ПАБГ, да, по-моему, короче, стрелялки используются для лучшего контроля за игрой. Для наведения, для стрельбы. Как дополнительные, короче, кнопки. Искали много вариантов. Этих курков есть много вариантов. но лучшими оказались вот эти. Протестированы были и лучшими оказались вот эти. Вот так они цепляются на корпус телефона и вот здесь вот вы играете ими. Две штуки. Вот. То есть, это опробованные, протестированные и оказались, что они лучшие. Так что, если вы вообще хотите заказывать вот такие вещи, триггеры, курки, закажете именно вот такие. Они недорогие, качественные и с хорошим функционалом. Отлично себя зарекомендовали. Как видите, заказываю не первый раз и смотрите сразу сколько. То есть, это говорит о чем? О том, что эта продукция качественная. Так, мы продолжаем. это просто коробочка. В общем, для нас с вами это просто коробочка. Вот. Просто коробочка. Ну, для хранения чего угодно. Для монтажа какого-нибудь, каких-нибудь приборов, устройств, возможно. не знаю, вот такая недорогая коробочка. Возможно, она ведет вас на какую-то мысль. Возможно, вам такое тоже пригодится. Так, дальше. Наушники. Вот так вот наушники в упаковке. И смотрите, как интересно, упаковка совершенно не повредилась. Ну, это, конечно, бывает редко. В основном китайцы посылают все без упаковки. Особенно вот такие вещи наушники. А это все красиво. Видите, все заклеено. И это недорогие наушники. Совершенно оставлю ссылку. Вот, кто хотел недорогие наушники, даже можно увидеть на подарок взять. вот есть дополнительные вставки, вот эти наушники. Смотрите, как громкость плавно добавляется, обычно просто нажатием ответ на звонок, потому что здесь есть микрофон. Вот такие они металлические. Эта часть тоже металлическая. Интересно, как звучит. Звук, короче, не очень. Я думаю, для музыки он не очень подойдет, а для аудиокниг вполне. Какой-то такой звук очень высокий, ну, короче, неважнецкий. Мало басов. Но наушники работают, упаковка достойная и, в принципе, за такие деньги можно брать. Особенно, если вам где-то на продажу, на мини-бизнес, очень даже достойно. Так, следующая посылка. что-то здесь такое интересное. Ого! Так, это такой держатель для телефона. Там целая конструкция. Так, у нас гайка и прищепка. Понимаю, вставляет сам телефон. Так. Шарик насаживаем сюда. Фиксируем. этот шланг у нас гнется так, как мы хотим. Так, вероятно, вот так она раскручивается. И потом вы прикручиваете к поверхности стола, например. Вот так вот. И она прижимается. Вот, видите, как держится. То есть, вы ее на край стола можете прицепить и здесь держать, гнуть куда хотите, в любую сторону. Держится очень крепко. Вот так можно использовать его для видеосъемки, например, распаковки снимать на телефон. Вы ставите, зафиксировали камеру, направили на стол с телефона и снимаете распаковку. Ну, то есть, универсальная такая штука. И смотреть можно там видео, да, с него. И использовать как штатив тоже можно. В общем, прикольная штучка, зачет. продолжим, продолжим. Так, как же без чехлов? Чехло, блин, чехло. Это, наверное, чехол или стекло. Так, жестко, так что скотч не прорежешь. Так, это стекла. Стекла вот такие совершенно уже абсолютно безрамочные почти телефоны, и поэтому вот такие же безрамочные стекла. Это, по-моему, на Xiaomi Redmi 7. Вот таких два стекла, две салфетки. Перестали сейчас сложить липучку еще для сбора ворсинок, мусора. Стекла, как видите, пришли целенькие в такой коробочке, доехали хорошо, но лучше, конечно, когда отправляют в пенопластовой коробке. какая-то мелочевка. Ого! Это прикольная штучка. Чесалка. Чесалка в виде вилки, такой, играбель и телескопическая. И с крючком, как ручка. Ну, так интересно сделано. Раскладывается вот так вот, сантиметров в 50 приблизительно. И шкрябаете себе спину в свое удовольствие. Вот такая прикольная штучка, маленькая, аккуратненькая. Дальше. это у нас опять какое-то электронное устройство, в котором мы ничего не понимаем. Оно еще и запаковано. вот. Какой-то контроль температуры. Видите, термодатчик вот провод с термодатчиком. Здесь какие-то крепления, экран, кнопочки. Ко чего и к чему, не знаю. Ссылку оставлю под видео в описании. Вот, если это будет кому-то что-то понятно. Вот такая штука. Для меня это темный лес. Люди заказывают для всяких приборов дополнительный контроль температуры аквариума, котлов, всяких систем. Вот, для таких вещей вот эта штука предназначена. Дальше. Здесь мультиметр помоем в таком классном кейсе. вот офигенный кейс. Ради кейси только можно брать. Ну, это шутка, конечно. Прибор очень достойный. Тоже заказывал уже, наверное, раза три вот такие есть щупы. И он заказывал перед этим распаковки. Там все регулировать нужно было. Было такое поворотное кольцо для регуляции. Здесь полностью автомат. он тоже в защищенном корпусе. Был отдельный у меня обзор. Оставлю ссылку на него. Вот он ZOE ZT-S1. Полностью автоматический классный прибор. Сделан очень-очень качественно. Так что, кто ищет такое, ссылку оставлю под видео в описании. Заходите смотрите. Так, едем дальше. Едем дальше. Много пупырки. Значит, что-то очень важное и нежное. Ну, ручка, переключатель. Куда-то припаивается эта ручка. Поворот это, ну, переключатель, регулятор. Вот кнопка надевается. В общем, все просто. Но тоже специфическая такая вещь, которая нужна очень-очень узкому кругу людей. Так, это такие пластиночки для тоже для пайки. Не помню точно для чего это. Ну, для паяния, для вытирания жала, что-то в этом роде. если вы можете накипь какая-то нажали, нагар. Мне кажется, вот это, по-моему, для этого. по-моему, 10 штук лот. Тоже стоят копейки. Кто занимается пайкой, тоже, по-моему, это классная вещь, рекомендую. И еще одна посылочка. Так, что-то их как-будто две. так, здесь такие же триггеры, как уже были вот на распаковке. какие-то немного другие коробочки, более-таки большие. Но здесь это еще продвинетие штука, потому что здесь есть вот такие ручки. и так ручки у нас помечены. Вот здесь вытягивается левый есть буква. Здесь правый. Здесь они соединяются между собой и сюда вставляется телефон. Вот так. То у меня телефон просто маленький, на большой он будет как раз. Это возможно подставка вот так использовать. И дополнительно вот здесь курки еще цепляете вот эти. И здесь ручки. Так удобнее. Ну, телефон, конечно, побольше, но у меня не хватает его. Просто уже сейчас рассчитан на все смартфоны побольше диагональ. Ну, как бы можно, но вот он тут не жестко сидит. Но вот так в принципе оно работает. И потом удобно вот так быстро собирается. При этом заряжать телефон вот здесь специально есть отверстие. И вот так быстро складывается. Короче, классная удобная штука для геймеров, для игроманов, то, что надо. Вот такой вот набор. есть вот эти можно триггеры самые лучшие можно брать, если хотите усовершенствовать. эту конструкцию, тогда возьмите еще и вот эти рукоятки, чтобы было совсем хорошо и удобно. Все, это был на сегодня последний товар. Вы были на канале «Загали по загалям». Все ссылки, как обычно, будут под видео. заходите, смотрите, кому что интересно и пишите в комментариях, если что-то вам понравилось. Может быть, вы что-то использовали, тоже пишите в комментариях. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok